СТЕНТР и МАРИН А с кем можно пообщаться по поводу продукции? Со мной С вами, да? С того диапазона от 12 тысяч до 43 тысяч Собирают маленькие приборчики Вот, совмещенные эхолоты плоттера Здесь два эхолота Сонар классический и сканерово-скочастотный, соответственно, нижний И плюс навигатор Вот Навигатор читает карты CIMEP Читает карты Navionics И читает собственный формат Lighthouse Там векторные, растровные карты То есть они бесплатные и только под Европу и Штаты У нас это не работает А у нас это не работает То есть сзади вот я видел, что там карточка вставляется на четвертой модели, да? Она что, она бездействует там получается? Нет, она действует, но читает карты Navionics либо CIMEP Внутренний формат Раймарина Как бы под Европу зашитый и под Америку здесь не работает Классно А так вообще вот Как они показывают? У меня просто эхолот старенький, вот хочу его заменить У меня пиранька Какую модель вы можете посоветовать? И мои подписчики спрашивают что-нибудь такое бюджетное, не очень дорогое, да? Ну, самое бюджетное, самое интересное, это он 4 Pro модель Это как раз совмещенный карплотер и холот В зависимости от того, какую картинку хотите видеть, то и выбираете Совмещенный режим работы Одновременно группа холота Можно горизонтально, можно вертикально поделиться здесь Ну, вот я смотрю, мониторчик маленький Вообще на больших глубинах, скажем, там метров 10-12 будет нормально? Да, нормально, читабельно, достаточно читабельно Или лучше, в принципе, его, наверное, вот так делить? Ну, правильный, да Я бы делал вот так Так и объекты виднее, толща воды, соответственно, больше задействуется В горизонте больше истории видна Сколько такой стоит, по-разному, если вот так? 22 тысяч Это 4 и 29 тысяч? 4 Pro, да А, это 4 Pro, да? Да А чем он отличается? Я там слышал, что есть другие еще, по-моему, 2 или 3 вида, по-моему, есть, а другие У 4 модели есть модель 4DVS Она выпускалась на данный момент, сейчас она уже не выпускается Это просто два холота Сканер и сонар классический И еще была модель просто со сканером Ну, со сканером, наверное, просто неудобно А вот именно, который ДВС, наверное, получается, довольно-таки удобно будет, да? То есть, в принципе, то, что необходимо, то и есть, да? Ну, вы одновременно сравниваете показатели двух холота, соответственно, анализируя себе в голове картинку и того и другого холота, вы, соответственно, для себя выбираете какие-то... То есть она вот так и будет выглядеть, да? То есть, если здесь вот видно какая-то неровная, ну, какая-то неровная, сока там, это, конечно, непонятно А это уже, конечно, каряга Это уже четко, да, видно, что каряга Отлично, он реально вот так прям показывает, да? Вообще кайф А если вот, допустим, надумаю сейчас взять, есть такая модель 4DVS, которая, она же подешевле стоит? Вот она стоит как раз А, и тут 4DVS, она также делится, короче? То же самое, все то же самое Тоже, либо горизонт, либо вертикаль А, вот цена у вас, в принципе, что у вас морщик, да? 17300 Это минимальная цена вообще, то, что можно вообще приобрести? Да, здесь, да А так на сайте вообще, если заказывают, там есть какие-то у вас там скидки? Не знаю, почему Скидки есть, но это, к сожалению, цена выставочная Вообще, на самом деле, они несколько подороже стоят А снимается он как вообще, быстро? Подставка, откручивается Обычно барашка, по-драмовски, паритаж расчет, откручивается, головой снимается Быстро все происходит? Ну, я не знаю сколько Секунды 15 А на сколько надежно вообще конструкция? Не отломается ничего? Нет, это очень мощно Очень мощно, да? А вот это новая машина А вот эта передача В следующих сезонах Это модель Это Шар мощный Здесь, соответственно, срезиновой обрезиненной чашей Для того, чтобы не вибрировало там Ну и, соответственно, резьба-то диаметр Внутрь там болт шестерки вкручивается То есть, если выламывается, то выламывается только вместе с корпусом Ясно, ясно, ясно Ну, мне очень нравится Я мечтал Конечно, мониторчик маловат Я там вижу большие Сейчас к большим попозже подойдем Мне просто уже как бы даже для себя интересно С чем можно сравнить с другими конкурентами, к примеру? Ну, в конкурентах, наверное, здесь ближайший будет сейчас Это Гармин Будет Серия Как и здесь То Значит, по Не знаю По технической характеристике Производителя датчика Они указывают Что технология чирп, которая там реализована Она работает только в режиме сонара В режиме классического колота нет, допустим Здесь в двух каналах он в режиме чирп работает Так, а вот я и слышал еще Лоренс, по-моему, да? Лоренс вообще в чирпе не работает В чирпе не работает? Чирп еще раз Вот будем объяснить Что такое чирп? Ну, для обывателя Это Больше Детализация картинки Меньше энергопотребление И Большая глубина А за каким глубином он работает? 273 метра Ну, ёмаза Нам такое даже не надо Ну, это еще берется учет морской воды То есть они Именно по показателям По морской воде Не по прессу Так, а я вот смотрю В метрах он, да? Он в метрах показывает? И так же в фото, да? Переворачиваем Да, все на русском Переворачиваем Часы бы еще сюда добавили куда-нибудь Ну, вообще отлично В какое время Реймарин приедет? Ну, это на самом деле Надо конечным пользователям Просить производителя У них Они достаточно Быстро откликаются Вот На сайте Реймарин Там можно писать Пожелания Да Либо если кто-то там В соцсетях зарегистрирован Пожалуйста Там тоже эти Можно писать А как он вообще Допустим, вот если Солнечный Он уже по астраханской области У меня, допустим, вот Мой старенький Пираня Он подглючивает порой Когда нагревает сильно Ну, от астраханского солнца Ну, температурный режим Это от минус 10 до плюс 65 градусов Ну, как понимаем На солнце В любом случае Корпус, допустим, черный Он будет прогреваться Достаточно серьезно Тем более Прямое солнце Да, бывает Подглючивают Но все равно Остыл нормально Да, и поехали дальше Процессор Прорисовка картинки Довольно-таки четкая Да, вот реально В демоверсии Ну, она Жизненная Она близка, конечно К жизни Нет, она, конечно Жизненная Взятая закольцованная Какая-то картина В реале Она точно так же Бывает Даже красивее работает В зависимости от места То есть, если Сильные рельефные места Какие-то красивые Да, рисуется здорово Уж там завалки Горя Рыбу лучше смотреть Поэтому Необходимость Деваться не куда-то Фотография Вы покупатель, да? Я пользователь Пользователь, да? Случайно пользователь? Не подстава Реальная фотография Свай Фишер Свай Фишер Свай Фишер какой? А он Так же, в принципе, показывает Точно так же Только он выкидывает картинку На мобильный устройство Офигеть Красота Слушайте, короче Сейчас можно приобрести, да? Да Свою антенну Лоренс Красота вообще Доволен очень, да? Двадцать градусов Воды Доволен очень Причем Я синхронизировал его Еще с Navionics Баатинг И он у меня Плюс ко всему Еще и Прописывает карту В режиме онлайн Можен Режим онлайн Режим Это более дорогое, да? Нет, нет, нет Это все Все Принцинг Это может только Я аппаратом очень доволен, потому что, во-первых, я его не стал никуда крепить, он у меня лежит в боксе, он мне не мешает. Все, вообще просто убран. У меня не провода, нигде ничего мне не мешают, а пользуюсь я вот на планшете. Среди 10 каналов он независимый. Он может смотреть, я могу смотреть. А сколько такое стоит? Ну, это порядка тысяч, по-моему, 12-13 тысяч. То есть он дешевле, чем даже этот стоит? Когда я брал, конечно, он был гораздо дороже, но технологии двигаются. А чем тогда вот этот лучше получается? У него просто свой монитор. А, здесь нет, я думал, это чехол. Нет, здесь нет экрана. Он чисто для работы по Wi-Fi с мобильным устройством. Телефон, планшет, что служит. Вот это реальные фотографии. И так же, в принципе, насколько монитор большой, так и будет показывать. Да, 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 вот. То есть вот она, эта реальная картинка. Картинку он выкидывает 1024 на 768. Коряги прям чётко хватает, да? Вот он, вот он. Можно ещё как-нибудь. А рыбу, как вообще, в таком режиме, нормально? Вот, вот эта рыбка. Жалко здесь. Жалко здесь. Жалко, вот она. Допустим, они заявляют, что это всё рыба. Ну, вот это тоже рыба получается? Да, то есть... А это стая была или большая? Ну, да, небольшая стая. Ну, да, небольшая стая. Вот, тукаряк прослеживается вот. Чуть под от стая. А это тоже рыба? Мелочёвка стоит, прижалась. Ну, мелкая, да. Жалко здесь у меня не сохранилась фотография, где прям конкретно стая веща, причём хорошего веща. И там точки более жирные были, да? Да там фактически вот рыбу видишь. То есть реально видно, что это реально, это именно вещь, с чем не перепутаешь. Ясно, ясно. Аккумулятор для него насколько мощный? Обыкновенный для всех остальных? Употребление у него 0,45 ампера. У четвёртой серии, у всей. У пятой серии где-то 0,5 ампера. Смерка потребляет, и самый большой, 0,8 ампера в час. Ну, и, соответственно, рассчитать, какое количество приборов в включённом состоянии на воде проводят. Приём с аккумулятором. Приборы, мало того, что они ещё и добавляются очень много. От воды защищён, короче, да? IP67, на глубине метр полчаса. Тогда пыль и водозащита. Даже можно воду просто окунуть и... На глубине метр полчаса вода держится, соответственно. Кабель здесь один заходит, фирменный разъёмчик такой. И он потом разглаивается на два, да? Да, здесь на два. Один на датчик, один на питание. У каждого прибора есть слот для прошивок. То есть это можно будет зайти на сайт производителя, скачать программное обеспечение. Карточку вставили, и он обновляет. Да, мозги обновляет. То есть, в принципе, вот это нужно, по сути, для обновления? Для обновления скриншоты какие-то делать для себя. А, он его фотографирует, да? Да, он фотографирует, и все. Ну, карты он, короче, этот не пишет, да? Этот нет. То есть, любой тот, у которого Wi-Fi есть. То есть, уже 22 тысячи, уже карты пишут, да? И можешь создавать сам? То есть, ходишь, ходишь, ходишь? Можно сам. Есть приложение на Ionix. А сколько оно стоит? Ну, там, смотрите, значит, разница такая. Либо скачивается платно. Программное обеспечение. Стоит оно около 3 тысяч рублей на планшеты. На мобильные платные. Имеется в виду на телефоны, на обычные, а на дешевле. Где-то в районе 3 тысяч. Но все карты, которые там есть, они все бесплатные. То есть, вообще, любая часть там Европы. Второй вариант, это скачивается бесплатно приложение, но карта, которая вам нужна, она платная. Там ценник около 1000 рублей. То есть, вот это вот за 1000 рублей уже программа позволяет вам отрисовать карту в режиме онлайн. Здорово. Ладно, давайте я, в принципе, приобретую этот аппаратик, наверное. А вы еще мне расскажете, наверное, про более дорогие модели после моих подписчиков. Мне этот аппаратик тогда сейчас заверните. Ну что, друзья мои, можете меня поздравить. Я стал счастливым обладателем Dragonfly. 4DWS Sonar. Будем пробовать тестировать. Цена данного гаджета 17 тысяч рублей. Можем, конечно, и подороже взять за 20 летом, за 30 тысяч рублей. Но последние парки практически снял. Все, пошли дальше гулять. Так, а вот эта модель у нас уже стоит 42 тысяч рублей. Это Dragonfly 7, да? 7 Pro. 7 Pro, да? И чем она отличается, допустим, от того, что я сейчас приобрю? Ну, здесь размер дисплея больше. Он здесь 7 дюймов. Разрешение другое. Здесь разрешение 800 на 600. Другая матрица стоит. То есть здесь уже намного чище все видно? Ну, как сказать, здесь экран больше и разрешение больше. Там экран меньше и разрешение меньше. Приблизительно одинаково все. Все сопоставимые экраны должны быть. А остальное все то же самое? Все остальное то же самое. Не, ну, здесь еще есть навигатор, соответственно. И Wi-Fi. Ну, каким удобнее пользоваться навигатор? На аддонном или уже встроенном? Ну, встроен, он уже интегрирован для работы с эхолотами. Поэтому, допустим, если вы плывете, у вас там в режиме любого из эхолота какая-то интересная вам аномалия или бы там рыба понравилась, вы можете, не переходя в режим навигатора, просто напросто там навести на нее джойстиком и отметить точку на сходу. Так, понятненько. Это уже, наверное, более профессиональные. Чем они хороши, чем они отличаются? Вообще, конечно, даже страшно подходить такая цена. Ну, это полнофункциональный дисплей. Тоже профессиональный? Многофункциональный. Ну, в основном, да. Для рыбаков важно здесь наличие большого количества эхолотов. Как эхолотов нижнего сканирования, эхолотов для морской глубоководной рыбалки. Здесь двухкиловатные черп-датчики подключаются, он там до трех километров рассчитан глубины. Охренеть. Соответственно... Про сокровища, можно сказать? Да, по большому счету можно. Эхолоты бокового сканирования, объемные эхолоты. Плюс здесь в датчиках находится гироскоп, который компенсирует углы крена и тангажа. То есть, вне зависимости от качки лодки, картинка у вас будет всегда абсолютно ровная. А сигнализация на нем стоит? Какая угодно. И по рыбе, и по двигателям, если подключаете, и по опасным зонам. Нет, я имею в виду, если такой агрегат утынет, я же утоплюсь. Ну, это уже самостоятельные настройки. А есть вообще что-нибудь такое? Такие датчики движения, наверное, положить надо? Как вообще такое? Его уже не снимешь и с собой не заберешь. Не, ну почему? Если они стоят на поставках, конечно, все это уносится. Бывает, в лодках, конечно, все это дело вмонтировано. Просто в панели врезаны и все. Но там с обратной стороны это уже установщики делают. Такие вещи в принципе забирают, уносят. То есть, надо забирать после рыбалки? На больших лодках никто не забирает обычно, если они врезаны. Если они врезаны, его крайне сложно снять. Потому что это геморрой на подлезть вниз и с обратной стороны все закрутить. Либо ломать его уже. Ну, что абсурд. Ну, ладненько, спасибо вам большое за информацию. Не за что. До свидания. Вот такая вода, которую вы вставили, и вы видите там эти глубины. А есть карта водоема, когда он, снимая и холодом, и глубину, он сам начинает строить картографию глубин. Каждая ямка будет здесь адресована вот такими запахами. Да, это странно. Реформа, да. Вы это все видите, все воспринимаете. Это были самые быстрые, еще лучше. А первое, по-моему, больше людей скидываете, сохраняете. Либо... Ну, все сохраняете. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...